В прошлом году в Карабайской монстрации 1941 года наша колонна с трудовыми оркестрами и военными моряками остановилась на Большой морской улице, премьем улице Герцена, которая впадает в Исаевскую площадь. Слева от нас красное здание когда-то немецкого посольства, имперского еще. Там на этом здании стали конные фигуры Зигфридов. И во время Первой мировой войны толпа, которая грабила немецкое посольство, их скинула и утопила их в мойке прямо под тенью мостов, неподалеку. При мне это был немецкий посольство. И поскольку с Германией загружились, то над этим зданием, над всей площадью, как мне казалось, на фоне Сайского собора и Плажарской крепости, шпиле Адмиралтейства, развивался огромный красный флаг с белым округом поселений и гигантской черной здании. И дальше уже в блокаду, потом в последние годы эвакуации, в неком страшных снах снился фашистский флаг, развивающийся на ипроды. В первом же месяце, в июле, я вместе с мать и на работе учительницы, вместе с тысячами ленинградских детей, с ее школой, организованной полет, и был отправлен в эвакуацию. Все было хорошо, но только эвакуация, это план, составляли нас в случае войны с Белофией. Отправили нас в Новгородскую область, у нас встречи немцев. Как-то у нас часто бывает, да? И потом уже, с огромными трудами, в августе месяце, нас в этой всей книжке, в фильме, нас бомбили под Вишерой Малой, подошли с заднего вагона, и мы вернулись обратно в Ленинград. А 7 сентября танковая колонна немцев взяла Шеттельбург. На следующий день был брошен в училище курсантов, моряков, с принтыхими штыками, с корабелью и без патрона. Они все ребята перебли и загнулись кольцом блокады. И вот тут уже пошли совсем другие изделия. Я помню отчетливо, как в октябре месяц, кажется, не ошибаюсь, немцы подожгли по наводке ракетчиков в водаевских складах. Все запасы Ленинграда, продовольствия. Не было все эти беды с блокадой, если бы эти склады сохранилось. Их не верили. Я помню, потом еще на рынке Андреевского, на Васильевского, продавали землю, которая впитала расплавленный сахар. А ее продавали вместо сахара, потому что другого еще нет.